Всем привет! YouTube-канал THBK. Мы снова в эфире. У нас произошла небольшая пауза, потому что было очень много работы, и было у Алиса куча работы, у нас была куча работы, огромная-огромная волна иммигрантов сейчас идет. И у нас сегодня в студии Илья Киселев и, естественно, мой дорогой друг. Всем привет! Андрей Бурцев. И наконец-наконец мы увидим нашего иммиграционного адвоката Алекса Таваряна. Привет, ребята! Привет всем, кто нас смотрит. Мы встретились сегодня не просто так. Мы сегодня обсудим последние новости, которые у нас происходят на горизонте правовых полей, так сказать, движений, боев и так далее, что у нас приходит в администрации Байдена. А вопрос у нас, наверное, будет первый такой. Какие нововведения Байдена сейчас происходят, что у нас в администрации касаемо иммиграционных вопросов? Ну, ребят, смотрите. Значит, на самом деле все, что касается иммиграции, ну, в частности, по крайней мере, тут аспект, о котором мы с вами говорим, да? На самом деле новостей достаточно много для одного аспекта иммиграционного права. То есть, ну, как бы что есть, то есть. Конечно, проблема на мексиканской границе остается проблемой для правительства, да, потому что этот поток нескончаемо никак не могут остановить. И, разумеется, конечно, как я говорил в самом начале, еще давным-давно, конечно, данная иммиграция, когда с точки зрения президента и администрации, они, конечно, фокусируются на Южную Америку. Понимаешь? Потому что ни в одном, как бы, документе, который я читал, много всяких рапортов здесь, ни один документ не говорит ни о каких других странах, кроме как Южной Америки, там, вот, там, Никарагуа, Сальвадор и так далее, и так далее. Потому что, конечно, идет огромная миграция оттуда, прямо караваны идут. И, значит, в плане новостей, конечно, самым большим хитом на сегодняшний день является то, что вице-президент Камала Харрис недавно объявила, буквально неделю назад, объявила о новом плане, который уже проработался на уровне администрации, как бы, что они хотят делать. На этот раз они решили посмотреть немножко на ситуацию по-другому и адресовать ее не столько изнутри страны, сколько посмотреть, как они могут ее урегулировать с внешней стороны. То есть, что они сделали? Они предложили план, который, разумеется, как бы, я не читал, как бы, весь полностью, но я имею представление, что они хотят делать. То есть, смысл плана заключается в том, что они хотят начать активную работу непосредственно со странами, которые дают эту миграцию большую, серьезную. И когда я говорю со странами, имею в виду, что они хотят работать с администрациями этих стран для того, чтобы оказать помощь и материальную, финансовую. То есть, в частности, в эти страны, я знаю, что американская администрация отправляла какое-то огромное количество вакцин, все, что касается коронавируса. Но они также хотят с ними начинать диалог в том отношении, чтобы адресовать и предоставить какую-то помощь этим странам для того, чтобы эти страны начали справляться с теми проблемами, которые являются теми проблемами, из-за которых люди едут сюда. То есть, иными словами, вот в частности, они упоминали, например, ну, разумеется, коррупция, да, разумеется, экономические проблемы. То есть, очень-очень большой уровень бедности в странах и очень бедная экономика. И, разумеется, люди бегут оттуда, потому что они не могут ухаживать, да, не могут позволить себе жить там, да. Вот. Ну, и, разумеется, конечно, очень большое количество различных нарушений прав человека, которые, по крайней мере, американская администрация считает, что это тоже является одной из причин, почему такая миграция идет, миграция такая идет оттуда. Вот. И в то же самое время они адресуют еще и ситуацию непосредственно на границе. То есть, немного другая работа заключается в том, что они собираются усиливаться в направлении того, чтобы бороться с любого рода трафикингом, да, с любого рода какими-то организациями, которые работают непосредственно на границе и которые используют тот факт, да, что эти люди, бедные, приезжают как бы со своими последними сбережениями и, разумеется, они становятся жертвами преступлений. То есть, как я уже сказал, вот первый шаг, который такой достаточно значимый, и, разумеется, мы будем смотреть, что из этого получится. Первый шаг заключается вот именно в этом, чтобы попробовать оказать свою помощь, наверное, там какой-то и совет, и помощь, и финансовую какую-то помощь для того, чтобы что-то из этого получилось и страны как-то смогли, грубо говоря, встать с колен, по крайней мере, с того уровня, на котором они сегодня стоят, да, и, быть может, миграция приостановится. Будет ли это иметь какой-то, как бы, результат, я, например, очень скептически к этому отношусь, потому что я считаю, что сейчас такие огромные вливания денежные туда пойдут, мне кажется, ничего из этого не получится, но, может быть, я ошибаюсь, посмотрим. Слушай, Алекс, вот была новость недавно про то, что ждать программы по ускоренному рассмотрению кейса, там, по-моему, даже на границе будут рассматривать кейс, что-то про это известно? Да, а это другое направление, которое такое, как бы, разумеется, внутреннее направление, как бы, со стороны администрации уже внутри своей страны по решению проблемы. Ну, я думаю, что вот поэтому они еще и эту программу вводят, потому что они реально понимают, что вряд ли, конечно, то, что они делают с внешней стороны, да, по работе с этими странами, вряд ли это прямо резко остановит всю миграцию, да. То есть тут суть заключается в чем? Опять-таки, грубо говоря, план объявлен, но, конечно, никаких деталей пока у нас нет, это все грядет, будем знать. Но суть заключается в том, что они, администрация хочет сделать, провести определенные изменения для того, чтобы люди, которые заходят через Мексику, чтобы они не попадали вот в такого рода дыры, да, грубо говоря, когда человек сегодня заходит и потом может сидеть и два-три года ждать своего суда. То есть их предложение заключается в чем? Помимо того, что они сказали, что они хотят создать какую-то дополнительную определенную базу для людей, которые вот заходят через Мексику, и они хотят назначить, вот я читаю, что они хотят назначить 100 дополнительных судей для того, чтобы обеспечить выполнение плана и быстрое рассмотрение кейсов. Но даже помимо этого они еще предложили такой момент, между прочим, это сродни, очень сродни тому, что говорил в свое время Дональд Трамп. Они хотят упростить процедуру в том отношении, что еще и хотят отдать право выносить финальные решения по делу непосредственно офицерам, которые занимаются разбирательством этих кейсов. То есть люди, которые заходят на границу, они, в принципе, с этими офицерами имели контакт чаще, намного раньше, потому что когда люди заходили раньше и их оставляли в детеншине, помните, мы с вами в одном из первых передач мы это разбирали, то есть вначале для того, чтобы иметь возможность выйти из детеншина, если ты уже туда попал, тебе нужно было пройти интервью на страх, которое такое не как сейчас на бордере короткое, вот длинное интервью, когда с тобой офицер проводит четкое, длинное, детальное интервью, а для того, чтобы определить, что действительно у тебя есть страх. То есть я так понимаю, что они хотят вот этот уже существующий механизм, шагнуть с ним немного дальше, чтобы это было не просто такое интервью промежуточное, а чтобы оно могло иметь финальное решение. То есть человек, может быть, человек сможет доказать сразу там, и тогда он сразу получает статус. Да, но здесь тут палка о двух концах получается. То есть с одной стороны это скорость, а с другой стороны будет ли возможность оспаривать это решение, об этом, я так понимаю, ничего не говорится. Вот это да, вот это очень хороший момент, потому что, разумеется, здесь я читаю рапорты, и, конечно, уже виднеются определенные аргументы, когда организации такие, правозащитные американские организации, они, конечно, уже в определенном смысле встают на дыбы и говорят, что, ну, как ты сейчас сказал, что типа, подожди секунду, офицеры, а что по поводу судей, какого хрена, и что значит, человек сегодня пришел, его какой-то офицер, который даже не имеет юридического образования, да, грубо говоря, разобрал и отправил обратно домой, а почему человек не должен иметь права, чтобы тогда быть услышанным судьей. То есть это, конечно, огромные серьезные опасения в том отношении, что хочется верить, что власти это, ну, не то, что хочется верить, я абсолютно уверен, что власти это понимают, потому что, если они действительно это сделают так, вы же понимаете, это Америка, что произойдет дальше, грядет огромный иск, и на каком-нибудь федеральном уровне начнут правозащитные организации долбить каким-нибудь иском и говорить, что это неконституционно, что это нарушение, так называемое due process у нас называется, то есть это когда ты не имеешь, грубо говоря, всех прав, да, твои процессуальные, все твои процессуальные права нарушаются. Конечно, это будет неизбежно, если это они сделают, поэтому сложно сказать, насколько это сырое, насколько это готовое, но они не дураки, конечно, там, тем более, что у нас же как ситуация была, когда Дональд Трамп сюда пришел и начал налево-направо писать эти приказы свои, да, вот, ну и, разумеется, сразу война шла, то есть каждый приказ он выкидывал, через два дня уже жалоба висела в каком-то федеральном суде по поводу этого, то есть очень, разумеется, эти организации, они очень сильно следят. Я вам больше скажу, ребят, в одной из статей я сегодня читал, что я так понимаю, что отчасти все вот это движение, которое сейчас начинается с дополнительными мерами, связано с тем, что уже на администрацию Байдена вот в понедельник, в прошлый понедельник на администрацию Байдена уже был подан иск, есть такая организация, называется American Civil Liberties Union, да, то есть союз по гражданским правам в Америке, они уже подали на него иск, потому что они считают, что то, что держит границу в Мексике вот так долго, да, закрытой, что это, как бы, они не имеют права это делать, и у него нет никаких объяснений для этого, границу нужно открыть, потому что мигрантам нужно помогать. Поэтому, то есть, вот, все не получится. Извини, Алекс, перебью, но это опять тоже палка о двух концах, потому что, получается, если они откроют границы, так как это было до решения закрытия, то здесь может вернуться все по старым протоколам, да, когда люди не сидели, грубо говоря, по пять-шесть дней в бордере и выскакивали на свободу, то мы вернемся к тому, что люди будут по два-три месяца сидеть в детеншине, и, собственно, только потом выходить. Ну, как бы, это не есть хорошо. Ну, да, это, ты знаешь, абсолютно верно, потому что... Я тебе объясню, почему это очень предсказуемо, потому что представь, что сегодня происходит на границе, когда пешеходная граница закрыта, да, и сегодня только люди проскакивают, ну, проскакивают на автомобилях, да, но все равно вы представьте, да, какая-то капля в море, да, эти машины по сравнению с тем, когда граница была просто тупо открыта пешеходам, то есть изо дня в день поток людей заходил. И, конечно, я думаю, что ты прав, потому что мне сложно представить, что будет такое отсутствие скрининга, и что просто всю эту толпу будут всех выпускать сразу, понимаешь, на территорию страны. Тут я подозреваю, что либо будут делать уж совсем упрощенную систему, когда, да, прям откроют границу, народ будет просто вваливаться на границу день-два, и там регистрируют, и сразу выпускать, потому что она через систему просто, она там обвалится вся. И потом уже допускать их вот к этим офицерам, о которых речь шла, и по-быстрому решать, давать ей политическую биржу или не давать, может быть, таким образом будет устроиться. Да, да, ну, потому что если будут старые протоколы, о которых ты говоришь, да, то есть мы знаем, что это такое, то есть одиночки садятся, сидят, и потом... Да и семейные сидели, да и дальше то же самое. Семейные сидели, ну, как бы, да, но изначально семейные, знаешь, как сидели, изначально было, знаешь, как маму отпускали с детьми, а отца оставляли, так было в свое время. Поэтому, да, сложно сказать, что из этого все получится, но как бы планы грандиозные, а как они будут это реализовывать в жизни, потому что это очень, действительно, тяжело, потому что для них это тоже, как я уже сказал, они-то не дураки, они прекрасно понимают, что даже если для нас это кажется решением вопроса, надо все продумать, чтобы посмотреть, насколько велики шансы, что на нас сразу подадут иск в какой-нибудь хорошую юрисдикцию, типа в Сан-Франциско федеральный суд бросит этот иск и будут говорить, что это не конституционно, они имеют права это делать, понимаешь? Поэтому они думают, я не знаю. Слушай, вот такие иски, как ты говоришь, против администрации Байдена подают иск. Вообще, от этих исков на сколько большое влияние? То есть, какие изменения могут быть от такого иска, если подадут администрацию Байдена? Что можно ожидать? Нет, ребят, ну влияние бывает очень даже серьезное. Посмотрите, во время Дональда Трампа, я же тебе говорю, там было очень много всего, что просто забивалось, что сбивалось, потому что, я же тебе говорю, они делают это очень хитро, но видишь, с Дональдом Трампом немножко ситуация другая была, потому что, понимаешь, как умная администрация, она всегда делает законодательный акт, который она проводит через Конгресс, потому что такой законодательный акт тяжелее атаковать. А Дональд Трамп, он же в свое время пришел, грубо говоря, как царек, и он сказал, что сейчас я здесь буду всем сам заниматься. И он делал так называемые вот эти вот свои декреты, так можно сказать, да, вот эти вот свои, и они, в принципе, такой юридической силы не имели в том отношении, что их не так трудно было сбивать, понимаешь. Поэтому в определенном смысле этим правозащитным организациям было легче, потому что они сказали, а, слушай, он там ничего через Конгресс не проводит, нам вообще-то, соответственно, набор законов, которые нам нужны, или набор кейсов, которые нам нужно, чтобы это сбить, реально, у нас достаточно упрощенно. И вот они долбили, то есть они, очень много было исков, я помню, именно вот в наших краях, в Сан-Франциско, потому что здесь же либеральные все очень. И здесь подавались, и то один мы слышали, получили injunction, так называемый, то есть приостанавливались, когда все, судья говорил, приостановлен этот законодательный проект до финального разбирательства. И в определенном смысле Трамп уже сидел, то есть, знаешь, ему действительно палки в колеса очень конкретно по эмиграции вставляли, то есть куча всего ушло, много очень ушло всего, понимаешь? Поэтому нет, это очень серьезно. Хорошо, тогда такой вопрос. Если у нас, получается, сейчас грядут такие перемены, и, грубо говоря, вводятся, пытаются ввестись такие новые моменты, которые могут сыграть как в плюс, так и в огромный минус. По времени прогнозирования, когда это может реализоваться с точки зрения общей практики в Соединенных Штатах? Когда можно ждать вообще, когда все это реализуется? И стоит ли нашим людям поторопиться с решением по эмиграции? Потому что еще есть возможность запрыгнуть в текущем формате. И когда этот поезд может уйти, начаться новый формат и далеко не лучший. Илья, ты знаешь, я тебе честно скажу, как бы из тех рапортов, я просмотрел несколько рапортов с разных источников, потому что, разумеется, мне тоже это было интересно. Я честно тебе скажу, я пока не увидел какой-то определенной даты. То есть они работают, они там любого рода законодательный проект здесь проходят через несколько ступеней. И я не увидел, я видел как бы четкие описания того, что они хотят сделать и так далее, и так далее. Но я не буду тебе говорить просто по одной простой причине, что я не знаю. Но я уверен, я буду очень удивлен, что вдруг, если вдруг, например, в течение месяца что-то выстрелит, понимаешь? Я думаю, что это, конечно, проекты, которые пишутся большие программы, понимаешь? И также тоже, знаешь, у них есть, в зависимости от того, конечно, какой законодательный документ будет выдан, у них же тоже есть определенные свои требования. Возвращаясь к тому же самому Дональду Трампу, знаешь, у него в свое время были пару ситуаций, когда, знаешь, у него был один закон, у него был закон, где он написал, который действительно был такой, видно было, разумеется, люди потратили очень много времени, когда он там конкретно палки вставлял в колеса амигрантам по поводу всего там. Вы там не хотите, и вам и права на работу теперь не будет так быстро, вам, если ты получил там за вождение пьяным, ты получил, значит, ты уже не имеешь права на политическое убежище. И разумеется, атаковал очень много всякие программы, то есть, если ты сюда приехал как амигрант, и ты подал на программу, просишь деньги у государства, то ты тоже не имеешь права. То есть, он, разумеется, сделал такую вещь. Но были ситуации, когда такие законы даже забивались, знаешь, на техническом уровне, не столько даже на каком-то содержательном. Например, я помню, один был законодательный акт, когда судья его приостановил, федеральный судья, и сказал, а вы что вообще творите, вы что забыли, что согласно там такому-то, такому-то ссылка была, что вы не можете просто взять, выкинуть и сказать, все, вот это новый закон, вы должны его поместить, мы должны 30 дней нужно дать для того, чтобы там, по-моему, 30 дней, чтобы собирать его, собирать его комментарии нужно, и после этого вы должны выпускать его финальную версию. То есть, они реально, они реально по какой-то причине либо на дурака, либо они не были в курсе, они это выкинули. Судья сказал, ребята, вы что творите? То есть, я к чему говорю, что быстро, конечно, ничего не будет, потому что там действительно все готовится железобетонно, и поэтому будем ждать, смотреть. Но в любом случае, я думаю, до Нового года время еще есть. Я думаю, что до Нового года вряд ли что-то поменяется. Это для тех, кто сейчас колеблется со своим решением, и мы напоминаем, что запросто могут быть изменения, но до Нового года у вас еще времечко есть, так сказать, стартануть туда, куда вы планировали. Я думаю, что, знаешь, честно говоря, я, конечно, не являюсь разработчиком всего этого, не имею к этому отношения, но мне кажется, что реально из тех двух аспектов, о которых я рассказал, знаешь, внешнем и внутреннем, внутри страны, мне кажется, они сейчас больше сфокусированы вот на вот этом вот плане, который озвучила, это Камала Харрис, озвучила, это вице-президент, потому что они звучат очень так, что мы готовы, все срочно, срочно, причем они уже с этими странами работают, и я так понимаю, что они сейчас разрабатывают новый план, визита, там, садиться за круглый стол, все это обсуждать и говорить, что, ребята, вы должны что-то делать в своих странах. Мне кажется, вот это будет первая такая ласточка. Ну, посмотрим, будем смотреть по времени. Слушай, а правильно я понимаю, что, допустим, если вот сейчас так реализовывать программы, это если офицеры будут принимать решение на границе, что это будет приниматься решение без участия адвоката, и, наверное, потом в дальнейшем адвокат может там как-то протестовать это решение, или как это может быть? Нет, нет, но этого никогда не будет, ни в коем случае, потому что, это уж точно, поверь мне, это не простоит и одного дня, если вдруг человеку не дадут право просить политическое убежание, ему не дадут право пользоваться услугами адвоката, такого точно не будет, и что? Это фактически лишить человека возможности защищать себя, это нереально. Я слышу, слышу, здесь все правозащитные организации на такие добылства, на что здесь в стране шум начнется просто. Нет, этого не будет, просто они, их озабоченность, ребят, заключается в том, что вот где-то здесь какую-то статью я читал, то есть они даже давали статистику, которая, конечно, достаточно ужасная, что в стране работает, в стране работает 500, по-моему, 500 с чем-то судей, вот, и на сегодняшний день уже висит кейсов не тронутых, там, ну, не завершенных, по крайней мере, по-моему, уже миллион 300 кейсов висит, которые были неразрешены. Для сравнения, я сейчас скажу, когда еще был Трамп, я как-то с одной судьей разговаривал в суде, и тогда вот было, она мне говорила, у нас миллион кейсов висит неразрешенных, и тогда Дональд Трамп, это тоже тогда учудил тогда такой момент, когда он сказал, каждый судья должен в год рассматривать 700 кейсов, в год, 700 кейсов, то есть, представь, ты должен в день рассматривать и финализировать два кейса, и это было достаточно шокирующе для нас, потому что даже, ну, не для нас, а для судей, потому что некоторые судья даже были, которые уволились с работы, сказали, мы что здесь, рабы на галерах, вот, да, ну, будем, но, я думаю, что просто упростится процедура, по крайней мере, как они в идеале хотят, потому что, разумеется, офицеров куча сегодня, и они сидят, очень многие сидят безработающие сегодня, потому что офисы закрыты, ну, вернее, открыты, но работают они, вы же знаете как, в таком очень скудном режиме, они, видимо, хотят подключить эти силы и разбирать, но они никогда не скажут, что человек не имеет права на адвоката, ни в коем случае. Да, ну, и, соответственно, нужно сказать о том, что сейчас огромная волна идет и иммигрантов, по многим, вот с кем я не разговаривал, кто занимается визами, кто занимается политубежищем и так далее, и все говорят, что это волна сравнима с дореволюционной волной иммиграции, когда, ну, даже если не в несколько раз больше, когда огромное количество иммигрантов, именно русских, СНГ там и так далее, которые ломятся в Соединенные Штаты. А волна на границе? До сегодняшнего дня сравнима только, знаешь, с чем? Она перебила волну, которая была в начале 2000-х. То есть, такой волны, какая сегодня, такой не было волны, южноамериканской. Да, да, и все это дело суммируется в такие большие проблемы, когда вроде и надо что-то решать действительно срочно, потому что, ну, сейчас еще чуть-чуть, и на границе начнется кризис, мы прямо скажем, когда смешаются, сейчас мексиканцы жмут со всех сторон, пытаются это ограничить, я так понимаю, по договоренности с Соединенными Штатами, все это дело ограничивается, а иммигрантов куда-то надо девать, а Мексика-то, она не резиновая, и помимо палачных городов афроамериканцев, появятся палачные города Киргизов, Узбеков, России, Белорусов, там и так далее, а это уже огромная армия, фактически, у стены Соединенных Штатов. Ну, и нужно сказать еще о том, что многие у нас в речку спрашивают в нашем телеграм-канале о том, что сейчас у нас на границе, и мы вот на сегодняшний день, на 6 августа, говорим им о том, что на границе сейчас более-менее спокойно, есть не так много разворотов, очень много людей, где-то порядка 80% проходит с первого раза, все остальные проходят там со второго, с третьего, очень мало людей попадает в мексиканский детеншн, многие там скажут, и из каких-то других групп, что да нет, вот мы знаем о таких-то, о таких-то случаях, да, они есть, место есть, когда одиночек попадает в мексиканский детеншн, но это единичные случаи и такие эксклюзивные практически. В основном это 80-85%, которые с первого раза спокойно заезжают на границу и все еще попадаются как бы более-менее спокойные сюжеты. Об этих историях мы расскажем в следующих выпусках обязательно. Также мы анонсируем о том, что у нас на следующей неделе планируется встреча с иммиграционным адвокатом Алексом Тваряном в прямом эфире, мы обязательно об этом сделаем анонсы еще и в Телеграме. Ну и так, в принципе, наверное, все на сегодняшний день. Алекс, Андрей, есть что добавить? Знаешь, я пока сейчас слушал про то, что нехватка судей, я подумал, а не будет ли такая ситуация, что при нехватке судей будут расширять судейский штат и в какой-то прекрасный момент придут и скажут, Алекс, вот ты такой хороший ли ты, это адвокат или судьба, пойдешь ли ты к нам судьей? И что ответит наш адвокат? Нет, ты знаешь, на самом деле, они очень сильно расширяют, потому что нам действительно адвокаты, мы все состоим в американской коллегии миграционных адвокатов, и я тут недавно видел имейл, который приходил о том, что мы набираем судей, поэтому да, они действительно набирают. Я сегодня в суде был, вообще девочка, ну такая молодая девочка, не знаю, сколько ей лет, видимо, она вообще не так давно, но набирают они судей, нет, а я на этой стороне баррикад, мне нравится воевать. Не, ну то есть, все-таки, все-таки, если вдруг что-то произойдет, ютуб-канал Дневник Судьи Соединенных Штатов Америки будет выходить на наших частотах, я так подозреваю. Не смотрю. Хорошо, всем, всем спасибо, ребят, всем пока, обязательно ставьте лайк, подписывайтесь в наш телеграм, пишите комментарий, вообще присутствуете везде, где только можно быть, потому что все самые свежие новости, актуальные, проверенные, что немаловажно, именно на наших ресурсах. Всем пока. Всем пока, ребят. До свидания. Субтитры сделал DimaTorzok